Я вспомнил апокалипсис и сказал, что один из признаков скончания времен, да, в апокалипсисе написано, что придет время большой лжи. Слишком просто воспринимать это все дословно, ну в смысле и большая ложь, как все друг другу лгут. Нет, нет, нет. Это слишком просто. Когда в апокалипсисе сказано, что придет время большой лжи, имеется в виду, скорее всего, я предполагаю, что в какой-то момент человечество само себя обманет тем, что создаст такое, такие информационные возможности, которые тотально обманывают сам мозг человека. Вот я начал приводить пример исследований, которые относительно недавние в истории человечества, буквально, буквально там несколько десятков лет назад проведенные, когда, ну, на примере, вдруг обнаружили шикарный пример, который изменил принцип работы очень многих там психологических и, в частности, самой эффективной в работе с тревогой когнитивно-поведенческого подхода терапии, самое эффективное в работе с тревогой, вот это исследование стало фундаментальным для изменения вообще там направления, вектора там развития этой штуки, подтвердило, кстати, буддийские, ну, не буддийские, а вообще восточные, буддийские, там, даоски, там, дзенские и так далее, все вот эти базовые принципы, которые просто опытом исследованы, а вот сейчас они исследовали, обнаружены были, суть исследования, женщине разделили левый и правый полушарий, соответственно, левый глаз связан с правым полушарием, правый с левым, в левый глаз ей показывают страшное кино, и сделали ширму, она не видит левым глазом того, что справа, справа она видит просто сидящих исследователей, вот тех людей, врачей в белых халатах, они просто видят, так левая и правая полушария не связаны, она начинает испытывать тревогу, ну, от того, что она видит страшный фильм, но объясняет она это не тем, что она смотрит страшный фильм, а левая полушария начинает ее обманывать, начинает придумывать разного рода объяснялки про вот этих мужиков, про исследователей, про врачей, что дело с ними, дело с ними, это они, что-то с ними не так, почему я сейчас боюсь, отсюда вскрылась тем самым, с помощью исследования, вскрылась фундаментальнейшая штука, оказывается, у нас левая полушария не связана с прямым опытом восприятия органами чувств вообще никак, оно живет в своем способе восприятия, и все источники информации, которые не связаны с прямым, что вижу, что слышу и что чувствую, все источники информации, это все, это и есть суть информационного общества, вот эти все источники информации являются суть ложью, не потому, что они врут, а потому, что левая полушария не умеет нахрен понимать, что правда, что неправда, это умеет только правая, только правая полушария, И в этом смысле, если говорить о таблетке информированности, очень важно понимать вот эту базу, которая изменила, в общем-то, уклад огромного количества направлений психологии. И вот это та штука, которая всказана в апокалипсисе, один из признаков, придет время большой лжи. Но большой лжи не потому, что, еще раз говорю, все друг другу врут, хотя и это тоже время фейков. А большой лжи в том смысле, что информационное поле не работает с правым полушарием, которое, в свою очередь, только правое полушарие способно видеть реальный опыт, что сейчас птички поют там за окном. А левое полушарие способно жить в любой галлюцинации и убеждать вас, что это правда. Вот это фундаментальное... Вот, смотрите, вопрос. Анжелика, что будем делать, если они Чернобыльскую АЭС взорвут? Они уже рядом. Вот это вопрос левого полушария. Левое полушарие предложит сейчас вам, основываясь на новостях и на своей способности вот этой, создавать миры, которых еще нет. Еще не взорвали Чернобыльскую АЭС. Нет у этого мира. Это функция левого полушария. Это вот как в эксперименте. Не знаю, с вами что-то не так. Вы, возможно, имеете плохие намерения по отношению ко мне, говорит женщина врачам, которые там сидят. Потому что левое полушарие создает миры, в него же верят, покупается, пугает правое полушарие, и человек сидит вот так. И от начала до конца галлюцинация. Вот важно понимать, что информационное пространство, когда вы смотрите любой источник информации, это не пища для правого полушария. Для правого полушария пища степень нажатия на смартфон. Вот это реальный источник информации в правого полушария. А в левое нет. Это я к тому, что информированностью сейчас... Это я завершал мысль о том, что когда мы говорим о таблетке информированности, очень важно помнить, что по послевкусию вы сможете примерно понять, что остается в вас. И выбирайте, пожалуйста, выбирайте, пожалуйста, источники, исходя из этого. Анжелика, да, еще раз тебе привет. И, значит, давайте сейчас не поддаваться соблазну создавать миры, которых нет. Это не реальный опыт. Вот это и есть время большой лжи. Мы сейчас, как дети, очень... Дети, в смысле, у нас нет глобального такого укоренившегося навыка, потому что информационному пространству такому только лет 20-30 от силы. Интернет-то вот в широком смысле. И в этом смысле мы еще дети в игре с этой информацией. Нет навыка. Не могут родители мои передать мне навык того, как правильно в информационном поле жить. Слава богу, мы хотя бы своим детям что-то передадим уже хорошо. Поэтому уважаю, но когда-то я... Помню, я Жильберу задал какой-то вопрос там какой-то. А вот что, если он так на меня посмотрел и говорит, я не отвечаю на вопросы из выдуманных миров. Я тогда... Это как вот в дзенских монастырях палкой огрели для того, чтобы не витал в облаках. Еще раз, вот вижу комментарий, прекратите провокацию. Не так. Посмотрите на сообщение вот Анжелике, пожалуйста, про страх, то, что взорвут атомную электростанцию. Посыл. Мне страшно. Мне страшно. Пожалуйста. То, что я говорил в первой части, которая прервалась, выйдите из уровня смыслов на уровень посыла для начала. И тогда вы будете... Тогда вы будете... У вас больше будет ресурсов для того, чтобы не включиться. Вам ничего не надо отключать. Вам надо просто, зная это, зная это, как работает мозг, правильно этим пользоваться. Навык работы с информацией заключается в навыке внимания. Получается, у детей алкоголиков развита левая полушария. Да, она отвечает за дисбалансовую сторону, отвечает за тревогу. Как жить, если даже мозг врет. Вот так же, как и жили. Только теперь еще лучше. Не читать новости – это хорошее решение, здоровское. Но читать новости и уметь не включаться – вот это высший класс. Вот это прям... К сожалению, этому нам надо будет учить детей.